Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok То есть именно на самолетах, когда люди друг с другом сражаются, и снизу еще идет пехота, танки, зенитки и так далее. Это, конечно, нечто потрясающее. Так вот, возвращаясь к одиночной кампании, она такая, наверное, я бы сказал, что строится на эмоциях, с одной стороны. Потому что действительно судьбы этих героев, Первой мировой истории, они поданы очень красиво, интересно. С другой стороны, есть небольшие шероховатости во второй половине, то есть во второй пункт истории, в которых есть повторение действий. Есть стелс, который немножко странный, как самолет нас, и мы врезались. Очень странный стелс есть, который, наверное, может кому-то показаться лишним. Но при этом воздушные бои и сражение за танк, когда ты пытаешься его протолкнуть через блокпосты противника, сражаясь с такой же техникой, это действительно очень классно. Очень классно. Вот, ну, в принципе, я думаю, можем перейти чуть дальше, да, то есть, либо, ну, исходишь, можем пройти эту миссию. Я думаю, что сейчас... Не-не-не, давай проходить не будем, давай покажем на танке. Так вот, дорогие друзья, миссия на танке. Да, у нас бронированный танк, соответственно, он, опять-таки, так же, как самолет, стреляет в двух режимах. С танком он разрушает, кстати, все практически здания, которые встречают на пути, из-за исключения некоторых важных для сюжета или скриптованных, которые нельзя разрушить в церкви какие-то. Хотя там, по-моему, фрагменты даже можно отламывать в любом случае. Да, да. Ну, в любом случае, практически, ну, 90% можно разрушить. Да. Соответственно, так, как у самолета, здесь есть режим приближения. Вот он, собственно говоря. Да, и так же, как у самолета, его можно чинить, но здесь есть небольшое отличие, которое заключается в том, что, когда мы чиним из танка, это происходит достаточно медленно. Если мы вылезаем из танка и начинаем чтить снаружи, то это происходит в разы быстрее. Да, но когда мы снаружи, соответственно, могут нас убить очень быстро. Да. Вот, кстати, с деревьев валятся, да, с деревьев валятся, то есть все это разрушается. Вот потом проедьте мимо здания, я думаю, что ты... Заметьте, кстати, грязь налипает на гусеницу. Такого вообще было множественного зрения было. Да, грязь налипает на гусеницу. Более того, если через водную какую-то простору едешь, что-то здесь лужа, он начинает буксовать, грязь налипает, он становится медленнее. И это реально и влияет на геймплей. То есть танк, который идет через водную какую-то простору, он, естественно, более уязвимый. Очень реалистичная баллистика. Ну, вернее, не баллистика, а именно вот поведение пули. То есть мы стреляем, и там дым вылетает в правильном направлении, в котором он должен вылетать. Ну, не дым, а скорее пилет выстрела от стены. Здесь все очень красочно, и... Ну, попробуй раздави это, кстати, сооружение. Давай сейчас до конца его добьем. Вот, все. Мы разбили, да. Вот, можно было справа попробовать эту стену прокатить. Вот, ну, например, мне кажется, что эту штуку мы доломать не сможем уже. То есть она скриптованная, и башню эту мы до конца не доломаем. Да, башню, я думаю, мы вряд ли доломаем, но нам надо точку захватить сейчас. Да, то есть это как раз еще пример того, как демонстрируются режимы уже сетевые. То есть мы в сингле захватываем точку, которую потом мы в сетевых режимах будем делать то же самое. Да. Вот там бункер, сейчас вынесем бункер, кстати. Да, снарядом, я думаю, красиво будет. Да, очень красиво. Вот от частицы, взрывы, окружение, да, которые... Ручи совета, которые просвечивают дым этот от выстрелов. Вообще, очень классно. Не дым, а пыль. Грязь. Пыль, грязь, да, да. Вот этот туман, так, ну, я не знаю, это пороховой какой-то, видно, дым, да? Да, да, да. Очень красиво попадание, искры. То есть, ну, детализация, это, наверное, одна из самых красивых игр этого года. Да и технически, в принципе, это такие всякие эффекты, которых вообще не было еще. Мне кажется, можно смело сказать, что они мощь PlayStation вытягивают практически на максимум. Да, хоть и есть падение от 90 FPS, фути, до 90P, то есть 90 пикселей. Вот, и причем они реально заметны, но в компании практически нет. А вот в мультиплеере, да, могут встречаться, но они очень редкие, буквально на полсекунды, и я бы не сказал, что это прям критично. То есть, какой-то... Я думаю, это не сильно заметно, на самом деле, глазу, то есть, ну, Павла, может быть... Нет, на самом деле, заметно, да, но не мешает вообще абсолютно никак. То есть, там, ну, не знаю, начало раунда, как бы, все прогружается, и может картинка, там, просеется до 90 пикселей. Это не страшно, вообще. Вот так вот ремонтируется, кстати, танк, да? То есть, он изнутри вот как раз медленно ремонтируется. Угу. Сейчас попробуем кротечью расстрелять. Ну, не кротечью, а пулеметом расстрелять пехоту и пребраться до следующей точки. Да, пулемет достаточно эффективен, но, кстати, лучше ракетами, кажется, залепить. А, ну, так и сделал. И сейчас вторую. Соответственно, в одиночном режиме вот эти пушки представляют основную опасность наравне с маленькими танками и бронированными танками. То есть, там есть несколько сражений, где тебе приходится выстаивать против пяти, по-моему, юнитов подвижных и, по-моему, трех еще пушек. Еще, кстати, в мультиплеере очень опасные противотанковые ружья, которые, может, только экипировать штурмовик. Очень рекомендую вам их использовать. Там, по-моему, восемь выстрелов дается изначально. И спокойно можно раздеваться даже самым танком. Это такая замена всем базукам, джавелинам и прочим из современных латтлфилдов. У танка, кстати, есть система повреждений. То есть, в бок удар, где у него находится, так понимаю, бензобак, да, он наносит больше урона, чем удар в лобовую или в спину. Поэтому по танкам даже и синглей, и в мультиплеере лучше стрелять в бок. Вот, соответственно, выехал вражеский танк. Да, то есть ему лучше в бочину стрелять, и тогда он взорвется, значит, на быстрее. Кстати, мы горим, и нам лучше подчинить немножко. Лучше уйти за какое-то сооружение, да, то есть и починиться. У нас 35 процентов, я думаю, еще два выстрела, и все. Да, мы ломаем в это время дом. Сейчас я выйду и починю. А, нет, я не могу выйти, ладно, так чинимся. Просто я поставил высокий уровень сложности, тут сразу они пропадают, не промахиваются. Арт-обстрелки бывают очень жесткие. Да, там прикрываются те камни грязи, которые летят во все стороны, очень красиво. Сейчас по-быстрому хотя бы до восьми... О, какая-то катсцена началась. Сюжетная мы не будем смотреть, думаю, да? Да, я думаю, пропустим ее. А, нельзя ее пропустить. Я думаю, что мы можем вернуться в основное меню и посмотреть еще одну миссию. За бронированного персонажа, который, собственно говоря, неубиваемый, как терминатор, идет в начале игры. Это самое начало игры? С танковым пулеметом, как можете... Да, да, пулемет, из которого он просто обоймами кладет противников. И, соответственно, у его отряда задача захватить... Вот... Захватить вот это здание, да. Мне кажется, в этой броне можно и выстрелы с танковыми держать. Да, теоретически, я думаю, да. Это дизайнеры отрывались, как хотели. Но, кстати, обратите внимание, очень детально проработано окружение. Вся травка, камни, все это... Да, выглядит все супер. Но, на самом деле, в достоверности именно этой головы можно усомниться. Ну, ты знаешь, может быть, мы смеемся. На самом деле, вдруг была такая броня, которая просто была очень тяжелая. Она рассчитана на очень сильных людей. Ну, да, да, да. Но этот чувак, он выглядел не очень сильно в подсцени. Он был очень сильный, потому что он схуднул. Кстати, да, это у нас огнеменчики. Им надо стрелять, да, отступать надо. И стрелять им лучше в спину, в бензобак, чтобы они взрывались. Кстати, от пулемета они не выдерживают. Сейчас будет бабах. Бабах! О, красиво. Очень эпично. То есть, это какое-то кладбище, я так понимаю, при церкви и куча противников. Они здесь спамятся и наша задача достигнуть церкви и захватить ее. Потом удерживать. Перезарядочка. Да, перезарядчик что надо. Причем, обрати внимание, у него пулемете там более чем 800 патронов. Да. То есть, меня какого-то от вертолета оторвал от Ми, я не знаю, там, от Ми, наверное, да? Черная пула. Это тоже такой серьезный, видишь, тоже бронированный. Но против нашего пулемета он итальянского стоять не может. Ну, вроде может, но недолго. Долго, да. У нас еще гранаты есть, если ты не знал. Мы можем их бросать, их практически бесконечное количество. 7 гранат, офигеть. Да, очень много гранат у нас. И у нас есть еще противотанковые гранаты. Да, там будут еще противники серьезно механизированные, которых мы можем... Ну, это прям такая миссия отрыв. То есть, огромное количество огнеметчиков, огромное количество просто рядовой пехоты. И мы тут одни против армии. Против армии, да. У них есть армия, у нас есть терминатор. Да, я думаю, что Сильверхо Сталлоне обзавидовался просто. С Рэмбо. Очень забавная миссия. Прям, посмотрите, лучи такие падают. Лучи, да, очень красивые. Вот эти пылинки в этих лучах, переливы. Очень круто. Плюс там дальше чуть будет туман. Соответственно, это тоже. Мы, кстати, стоим на точке, надо захватить церковь. Мы практически ее схватили. Ну, это такая вот история-разрядка, да. То есть, здесь нету стелса в достаточном количестве. Ну, там будет чуть-чуть совсем. И есть вот реально крошево такое, которое мы любим. И все это сопровождается рассказами этого персонажа, дочки, соответственно. Да, он рассказывает про своего друга, ради которого вот он совершил подвиг. И вот, видите, пейзаж, как красиво нам надо вот в эту точку пробраться через эту огромную дорогу. Да, почему красиво, как искры летят. Обратите внимание, взрывы, да, вот этот объемный дым от пороха. Прям реально ощущение. Я думаю, что если бы они для VR-а делали, это просто был бы разрыв. Да. Ну, кстати, вот, кстати, и танк. Не докинул. Ну, ничего нет, докинул, докинул. Ну, он там нормально его... Еще кинь пару грамм от него, я думаю, что он достоин того, чтобы попрощаться с ним. Да, и второй подорвит, потому что, вороневичок. Отлично. Конечно, жалко, что DICE находится не в России, а можно было бы про Великую Отечественную снимать. Да. Патриотически делать игры, даже не кино снимать. Отечественную, я думаю, что прям... Я думаю, было бы прикольно, да. Какой-нибудь боец кровет, там, не знаю. Да, оборона Сталинграда, прикинь. Я думаю, что вот на таком движке это было бы просто нереально что-то. Было бы очень круто. Или те же Панфиловцы, да? То есть, им сейчас снимается, мне кажется, там танки немецкие, а ты с гранатами. Сначала в бронированном костюме. Выносишь немецкие танки, тогда до нашей аудитории зашло бы. Я думаю, что все были бы счастливы нереально. Вот такой игры нам не хватает, отечественной. Вот на что надо тратить деньги государственные. Ну, наоборот, надо передать, ребят. Давайте для VR-а сделайте. Ну вот, соответственно, да, помогаем нашим бойцам пройти сквозь вражеские ряды. Обратите внимание, что они прямо вот нарисовали всякие цветочки уникальные, горные, да? То есть... Да, да. Окружение меняется, хоть и... не очень сильно, вот именно в этом моменте, но... Да, то штампованности нету. То есть, люди реально работали над картами, над пейзажами, над частью истории. То есть, деньги не просто тратятся. Вот такие объемы взрыва, как были в роли Killzone, помнишь, которую нам продало PS2. Да, и в принципе, хочется сказать, что... PS3, прости. Да, да, я тебя понял. Все помнят этот ролик. Хочется сказать, да, я, кстати, могу, наверное, сейчас. Что... Как DICE показывали, вот, геймплей на футедж. Это наш самый первый, по-моему, в начале этого года, да? В принципе, такую графику мы увидели без даунгрейда. То есть, это очень круто. Да, очень круто, да, они молодцы. Более того, они достигли этого на домашних системах. Это, ну, это реальное достижение. Это очень классно. Будет еще поддержка Pro, посмотрим, что будет там. Ну, я думаю... Хотя и сейчас игра выглядит очень достойно. Уберут, наверное, динамическое разрешение и падение до него наступит. Я думаю, они эти патчи могут исправить. То есть, ближайший патч это может спокойно подправить. Вот, ну, я думаю, на этом мы будем заканчивать, да, Саша? Да, я думаю, на этом закончим. Хочу добавить, что Battlefield 1 стоит того, чтобы его купить. То есть, это одна из тех игр этого года, которые действительно достойны вашего внимания, если вы любите экшен и онлайновый жанр. И компания очень классная. Ну да, где еще можно такое наблюдать, вот то, что вы сейчас видите? Да, это очень красиво, шикарно и... Ну и плюс мультиплеер реально очень зрелищный. Там появился новый режим, который длится дольше, чем захват, дольше, чем штурм. Вот, и в принципе он интересен тем, что там постоянно меняется окружение. То есть, вы захватываете точки, и как только вы их захватили, вы не удерживаете до конца матча, а сразу двигаетесь к другим точкам. И постоянно меняются декрасы, под которые надо подбирать каждый раз новую стратегию. Да, плюс меняется, собственно говоря, у противника, который проигрывает, который наступает. У него добавляются дополнительные элементы, которые усложняют сражение. То есть, появляются дирижабли боевые, да, корабли. Или корабль, который всю карту обстреливает. И с этим тоже надо придумать, что делать. Можно их разносить из пушек, которые стоят на картах. Можно своими силами, можно вообще гневировать. Да, ну и плюс ко всему, естественно, огромное количество игроков. То есть, там 64, по-моему, да, у вас на концу? 40 и 64. Есть этот режим, да, для двух игроков. Ну, два вида игроков, как мы можем, да. То есть, это, естественно, такое мясо. При том, что карты большие, да, то есть, тут постоянно что-то происходит. Какие-то схватки, уничтожение техники огромной. То есть, это действительно того стоит. То есть, ну, сингл, как разогрев перед мультиплеером, просто идеален. Да, он не скучный совершенно. Хорошая история рассказывается тоже очень по-свежему. Так что, всё. Думаю, всем пока. Да, всем пока, увидимся. Снова хранит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. Читайте сайт. Да. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok